Девушки отдыхают Встречали тысячи показаний свидетелей, отсматривали десятки часов видеозаписи с крушением лайнера, анализировали данные бортовых самописцев. Но однозначного ответа на вопрос, почему произошла катастрофа, так и не нашли. 25 июля 2000 года. Франция. Аэропорт Шарль-де-Голь. На взлетную полосу выезжает сверхзвуковой лайнер «Конкорд». Он выполняет рейс номер 4590 «Париж-Нью-Йорк». На его борту находятся 100 пассажиров и 9 членов экипажа. Ровно в 16 часов 43 минуты «Конкорд» начинает разбег по взлетной полосе. И тут я увидел, как из корпуса вырываются языки огня. Я подскочил и закричал в микрофон. «4590! Вы горите!» До конца взлетной полосы оставалось 2000 метров. Для остановки сверхзвукового лайнера, учавшегося со скоростью 200 км в час, этого расстояния было недостаточно. Поэтому командир экипажа принял решение – взлетать. Вот последние секунды полета «Конкорда». Их сняла случайная свидетельница. На этих кадрах видно – самолет только начинает набирать высоту, а за ним уже тянется шлейф пламя. Через минуту самолет исчезнет из зоны видимости и упадет. Я дважды запросил пилота «Эйрфранс 4590». Вы меня слышите? «Эйрфранс 4590! Вы меня слышите?» Самолет рухнул в маленькой деревушке Гонас на ресторан небольшого отеля. В тот же день по факту авиакатастрофы началось расследование. Специалисты осмотрели каждый сантиметр взлетно-посадочной полосы и неожиданно нашли вот эту деталь. После тщательного изучения оказалось, что это кусок покрышки от шасси самолета, которая лопнула и отвалилась во время разгона лайнера. Мало того, выяснилось, что покрышки у «Конкорда» вообще чуть ли не самая уязвимая деталь, которая разрушается при каждом втором взлете. Но ни разу это не приводило к трагедии. Просто потому, что отвалившиеся куски резины весили не больше килограмма и не могли навредить лайнеру. Это подтверждали и расчеты конструктора. Но в случае с рейсом 45-90 произошло невероятно. От шасси отвалился резиновый кусок покрышки весом, внимание, 5 килограмм. Он попал в левое крыло самолета, и по версии следствия удар оказался настолько сильным, что пробил бак суперсоника. Началась утечка топлива. Пилот, не заметив этого, начал поднимать шасси. Тогда между кабелями пробежала искра, и лайнер вспыхнул, как факел. Так звучала первая официальная версия гибели авиалайнера. Самолет изящный, колеса маленькие. А раз маленькие колеса, они должны очень много энергии принимать на взлете и на посадке, на торможении. Делаются с большим давлением колеса. Они маленькие, но с большим давлением. 70 атмосфер. Это как газовый баллон. И взрыв одного приводит к тому, что естественно взрывается крыло. Но первая официальная версия авиакатастрофы рассыпалась, когда следователи еще раз внимательно изучили обломки «Конкорда». Оказалось, что в том месте, где покрышка должна была ударить в крыло самолета, пробоины нет. Зато она есть на противоположной стороне крыла. Следователям пришлось провести не один следственный эксперимент, чтобы понять, почему пробоина образовалась в совершенно другом месте. Ответ на этот вопрос оказался очень простым. Удар по крышке вызвал ударную волну в топливе. И уже этот гидроудар пробил крыло совсем в другом месте. В новой версии сходилось все, кроме одного. Оставалось непонятным, почему от шасси оторвался такой огромный кусок. По всем расчетам специалистов, это просто противоречило законам физики. Чтобы от шасси оторвалась часть покрышки весом в 5 килограммов, на нее должен был воздействовать какой-то внешний фактор. И он нашелся. Вот он, металлическая пластина длиной 40 сантиметров. Ее нашли на обочине взлетно-посадочной полосы. По версии следователей, именно она разорвала покрышку «Конкорда». Но самое главное, следователи выдвинули предположение. Металлическая пластина могла отвалиться от самолета, который взлетал с той же полосы буквально за 5 минут до «Конкорда». Самолет был абсолютно подготовлен, нормально. Но попалась эта вот оторванная часть другого самолета, пробила колесо ему. Но опять же, самолет тут ни при чем. Условия, которые создали для того, чтобы совершилась катастрофа, вот причина. Эта версия оказалась тоже неокончательной. Спустя 8 лет после трагедии, в деле о крушении сверхзвукового лайнера «Конкорд» появились факты, которые произвели настоящую сенсацию и заставили усомниться в официальной версии авиакатастрофы. По свидетельству одного из пилотов «Конкорда», среди экипажей практиковалась так называемая «перекачка топлива». Эта нехитрая операция заключалась в том, что из одного топливного бака горючее переливалось в другой. И так несколько раз. Такая манипуляция позволяла снизить расход топлива, а значит сделать перелёты «Конкорда» гораздо дешевле. Правда, по нормам безопасности перекачивать топливо было строго запрещено. Малейшая ошибка могла привести к пожару. Но экипажи «Суперсоника» всё равно шли на это. Просто потому, что за экономию топлива платили премии. Обратите внимание на факел за «Конкордом». Это не похоже на капанье. Топливо просто бьёт фонтаном. Этот факт позволил некоторым экспертам утверждать, что катастрофа могла произойти только из-за разрыва топливного трубопровода. Произошло разрушение трубопровода. Значит, там вот трубопровод, он под большим давлением топлива, который идёт, он как с руку вот мою, так сказать, размером. И вот под давлением 16 атмосфер топлива пошло. И залило самолёт. И как только вспомогательную остановку, она внутри самолёта, начали запускать, появился огонь, сразу весь этот горючок вспыхнул. Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть версию о взрыве топливного трубопровода следствие не смогло. Просто потому, что в 2000 году на «Конкордах» бортовые самописцы начинали вести запись с момента отрыва самолёта от взлётной полосы. Получается, что телеметрии о состоянии самолёта до взлёта просто нет. И выяснить, что же на самом деле происходило с лайнером во время разгона по взлётно-посадочной полосе уже никогда не удастся. В 2009 году, спустя 9 лет после авиакатастрофы, следствие решили возобновить, потому что появилась новая шокирующая подробность. Она опровергала все предыдущие версии и догадки и позволяла предположить невероятное. Крушение «Конкорда» могло быть подстроено. Выяснилось, что металлическая пластина, ставшая причиной разрыва покрышек шасси, была из сверхпротива. Между тем, детали самолётных обшивок, как правило, сделаны из алюминия. Мало того, оказалось, что эта металлическая пластина была прикручена к самолёту, вылетавшему перед «Конкордом» буквально за полчаса до взлёта. Причём прикручена всего на один болт, как будто специально, чтобы оторваться на взлёте. Но самое интересное, технические специалисты, которые проводили обслуживание того самолёта, бесследно исчезли. А все попытки следователей спустя 9 лет разыскать их оказались неудачными. Это кадры из нашумевшего итальянского боевика «Спасите Конкорд». Он вышел на экраны кинотеатров в январе 1980 года. Фильм рассказывает о первом в мире сверхзвуковом лайнере, который при загадочных обстоятельствах терпит крушение и падает прямо в море. К концу фильма выясняется, авиакатастрофа была подстроена конкурентами, которые готовы на всё, чтобы не пустить сверхзвуковой лайнер на рынок пассажирских авиаперевозов. Тогда, в далёком 1980 году, 45 миллионов зрителей, посмотревших кино, даже не догадывались, что увлекательный боевик снят на деньги корпораций, которые сконструировали сверхзвуковой «Конкорд». И это был не просто сценарий. Владельцы сверхзвукового лайнера действительно боялись, что конкуренты, выпускающие дозвуковые самолёты, захотят расправиться с «Конкордом». Этот фильм стал пророчеством, которое сбылось спустя 20 лет. Гибель «Конкорда» как будто ждали. Уже через месяц после авиакатастрофы на полёты всех сверхзвуковых лайнеров наложили запрет. А затем и вовсе сняли с рейса. Все 20 авиалайнеров оказались в музее. Это был единственный случай в истории, когда гибель всего одного воздушного ссотил полёты всего паркомашин. Любопытно, что за 27 лет до авиакатастрофы «Конкорда» точно такая же участь постигла и советский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144. Советский аналог «Конкорда». Я недоумеваю, почему же он в Советском Союзе не прижился. Значит, технологии самолётостроения вышли на небывалый уровень, были подняты для того, чтобы создать такой самолёт. Материаловедение, так, и во всём остальном, так, приборном оборудовании, масса, значит, просто открытий было сделано. Все проблемы были решены, и вдруг, как это так? Кто посмел вырваться здесь и что-то такое показывать? 31 декабря 1968 года. Аэродром в Жуковском. Экипаж лётчиков-испытателей готовится к первому полёту сверхзвукового лайнера Ту-144. Ровно в 9 часов утра командир экипажа Эдуард Елян поднимает в воздух 150-тонную машину. Самолёт проводит в воздухе 37 минут и совершает мягкую посадку. В первый день нового 1969 года все советские граждане узнают. Первый в мире сверхзвуковой самолёт поднялся в воздух в СССР. Он летает со скоростью 2300 км в час и способен долететь из Москвы до Владивостока всего за три часа. В считанные дни эта новость облетает весь мир. Полёт проходил нормально, ну, в общем, никаких замечаний не было, всё прошло хорошо, но очень трудная подготовка была. Мы недели полторы или даже две вывозили самолёт каждое утро на старт. И погода не давала взлетать. Была очень плохая погода. 3 июля 1973 года. Авиасалон во французском городке Лебурже. Ведущие мировые авиастроители представляют новую технику. Главная сенсация авиашоу – показательное выступление первого в мире сверхзвукового самолёта. Советского Ту-144. В 15 часов на взлётную полосу выезжает советский Суперсоник. За 40 секунд он разгоняется до 300 км в час и взлетает над аэродромом. Самолёт делает два почётных круга в воздухе, заходит на третий, как вдруг все замира. На высоте 1200 метров самолёт внезапно уходит в отвесное пикирование. Накренившись в бок, он летит на землю. У него отваливается левое крыло, потом хвостовой отсек. И через 5 секунд Ту-144 разваливается прямо в воздухе и загорается. Обломки самолёта обрушиваются на маленький французский городок Гусенвиль. Кроме шести членов экипажа погибают семь местных жителей. Упал на город Гусенвиль, несколько домов разрушены были. И кабина с экипажем, с четырьмя человеками, упала прямо в один дом и его разрушила кабина. И вот там и все эти трупы были в кабине. А двух человек, бортинженера и ведущего инженера, когда самолёт разламывался, их выкинуло. Их нашли на улицу. Советские специалисты получают задание. Быстро найти и уничтожить уцелевшие обломки уникальных деталей Ту-144. Причём найти их нужно до того, как они попадут в руки французов и американцев. Разбирая обломки, советским специалистам удается отыскать и привести в негодность уцелевшие элементы передних убирающихся крыльев Ту-144, за которыми охотилась не одна спецслужба мира. Именно эта конструкция находится в основе создания советского стратегического бомбардировщика. Но три дня поиска не дали ответ на главный вопрос. Где бортовые самописцы лайнера? А ведь на них записаны параметры работы всех приборов. В том числе и новейшей второй бортовой системы управления. Началась гонка спецслужб. Кто первым найдёт чёрные ящики? Советскую поисковую группу возглавил Эдгард Крупянский. У нас было четыре человека выделено на эти поиски. Значит, я, Фетисов, Ефимов и Большаков. Но мы искали, так распределились, искали по каким-то приметам, как его найти. Советские специалисты прочесывают местность. Через несколько дней неподалёку от места трагедии, они замечают круглую вмятину на стене одного из домов. Осмотрев лужайку у дома, они находят и обломки чёрных ящиков. Но в них не оказывается самого главного – кассет с плёнкой, хранивших запись полёта. Неожиданно Крупянский замечает хозяина дома, который выбрасывает мусор в помойный банк. Когда тот переворачивает ведро с мусором, среди картофельных очистков и пакетов от молока отказывается заветная плёнка от бортовых самописцев. В тот же день её тайно переправляют в Москву. Иностранные спецслужбы не должны были знать, что чёрные ящики уже в СССР. Уже в Москве наших специалистов постигло неожиданное разочарование. Блестящая операция по поиску чёрных ящиков оказалась жестоким провалом. Когда инженеры начали расшифровывать, запись выяснилась. Плёнка сильно повреждена, а линия разрыва настолько ровная, как будто её специально изрезали, чтобы никто не смог расшифровать запись. Он был в таком состоянии, что нельзя было расшифровать плёнку. Плёнка на ленточку-то, на такую, по сути дела, проволоку пишется. И проволока вся разрушилась. А этот самописец МСРП, он на плёнку писался. Как позже рассказал нашему сотруднику хозяин дома, за несколько дней до появления советской делегации у него во дворе уже были гости. Неизвестные тоже что-то искали. Ради этого перевернули весь двор. Но ничего примечательного якобы не нашли. Как плёнка оказалась в его мусорном ведре, хозяин дома объяснить так и не смог. Через два месяца появляется официальная версия трагедии. Оказывается, в момент показательного выступления Ту-144 в небе находился ещё один самолёт. Французский истребитель «Мераж». Он подошёл слишком близко к советскому авиалайнеру. Чтобы избежать столкновения, пилотам пришлось резко рвануть вниз. В этот момент из рук инженера Бендерова, который снимал полёт из кабины пилотов, выпала любительская кинокамера. Угодив в рулевой механизм, она заклинила его. И стала причиной трагедии. Вот кадры, снятые одним из зрителей «Авиашоу». На них последние секунды полёта Ту-144. Они доказывают, что кроме Ту-144 в воздухе действительно находился французский истребитель «Мераж». У французских лётчиков было своё особое задание – снять на плёнку работу передних убирающихся крыльев Ту-144. Ведь именно благодаря этим крыльям советский сверхзвуковик мог спокойно маневрировать и уменьшать скорость при посадке. А значит, мог приземляться в абсолютно любом аэропорту. «Конкорд» этого ещё не умел. Поэтому и возникла такая версия. На пути самолёта, когда он делал горку, проходил «Мираж». Французский истребитель, который снимал этот полёт. И он, боясь с ним столкнуться, лётчик отвернул и резко очень пошёл вниз. А потом, когда уже высота была примерно 1200, когда он пошёл вниз, и на высоте примерно метров 300 он его пытался вывести. И лишь совсем недавно выяснилось. Официальная версия авиакатастрофы несостоятельна. Просто потому, что противоречит законам физики. На видеозаписи, где снято падение Ту-144, отчётливо видно – самолёт устремляется вниз. По инерции в этот момент абсолютно всё, что находится в самолёте, должно подбросить вверх, к потолку. В том числе и к кинокамеру. А значит, она никак не могла оказаться в рулевом механизме. Чтобы подтвердить эту версию, Валерий Бендеров, сын погибшего авиаинженера, поставил специальный эксперимент. Он с командой нескольких лётчиков повторил создавшуюся на борту Ту-144 нештатную ситуацию. Камера в рулевой механизм не попала. Вот, вот, вот эта вот канавка, значит, вот это вот, вот сюда. И, значит, лётчик, когда самолёт пошёл на снижение, лётчик взял, значит, тянул штурвал на себя, чтобы вывезти самолёт. Ему этот предмет не дал, значит, возможности взять своевременный штурвал. Но мы, лётчики, многие, не согласны с этим делом и находим, что эти причины какие-то там были другие. Недавно была рассекречена небольшая часть материалов бортовых самописцев Ту-144, которые удалось расшифровать. Согласно им, самолёт до самой последней секунды управления не терял. И причина трагедии совсем не в кинокамере, попавшей в рулевой механизм, а совсем в другом. На Ту-144 стояла новейшая, ещё не испытанная вторая бортовая система управления. Во время показа на авиасалоне её решили не использовать. Тумблер включения закрыли колпачком. Но после катастрофы, когда была найдена бортовая система управления, оказалось, что колпачок был открыт, а тумблер включён. Тумблёры были включены на те режимы, которые не отрабатывались в испытаниях. Их было категорически запрещено включать. Вторая система управления полётом и стала причиной трагедии. Но почему и главное, кто переключил тумблер автопилота? Первоначально предполагалось, что механизм включил сам командир экипажа. Якобы он хотел продемонстрировать возможности автопилота перед высокими лицами мировой авиации. Ради этого рискнул и включил ещё неиспытанную систему. Правда, многие эксперты считают эту версию абсурдной. Разве мог пойти практически на самоубийство командир экипажа Ту-144 Михаил Козлук? Ведь он был опытнейшим пилотом, заслуженным лётчиком-испытателем, героем Советского Союза. Этот человек испытал вертолёты и самолёты 50 типов и налетал более 4000 часов. Вряд ли он отважился бы на необоснованный риск. Такой манёвр по плану показанных полётов он не предусматривался. Этот манёвр был дополнительно там, без тренировки, без ничего введён. Кто на это дело пошёл, осталось тоже неизвестно. Я не раз летал, тоже показывали самолёт. Но для того, что делали режимы только те, которые отрабатывались заблаговременно. И вот недавно в рассекреченных архивах КГБ были найдены материалы, которые полностью опровергают все предыдущие версии и позволяют сделать вывод о том, что авиакатастрофа в Ле-Бурже могла быть результатом спецоперации одной из иностранных разведок. Эксперты утверждают, вторую бортовую систему управления, которая и привела к трагедии, установили на самолёт за год до авиакатастрофы. Но на испытаниях она начала давать сбои, и её решили заблокировать. Электроконтакты разомкнули и закрутили изоляционной лентой. А на пульт управления системы поставили защитные колпачки, чтобы никто случайно не включил тумблер. Но именно этот тумблер и оказался включённым перед полётом. Кто мог это сделать? Ответ на этот вопрос оказался неожиданным. Выяснилось, когда самолёт готовили к выступлениям в Ле-Бурже, штатный инженер, ответственный за работу системы, внезапно заболел. И предполётную проверку самолёта проводил приглашённый специалист, который обслуживал Конкорды. Именно после его работы роковой тумблер оказался включён. И полёт закончился катастрофой. Получилась такая вещь, что при уборке переднего крыла самолёт резко клюнул вниз. Там была такая характеристика заложена. А при выпуске он резко пошёл вверх. И разломался. Формально французский инженер просто выполнил свою работу. Но некоторые эксперты считают, что сделал он это не случайно. Дело в том, что загадочного инженера так и не нашли. А французы почему-то потеряли все документы, в которых значилась его фамилия. Возможно, именно этим и объясняется. Сначала внезапное исчезновение, а затем таинственное появление бортовых самописцев в мусорном баке. Многие эксперты считают, что гибель Ту-144 была секретной операцией спецслужб. Главной задачей которой было уничтожить советскую программу сверхзвуковых самолётов. Ведь Ту-144 опередил своё время. По всем техническим характеристикам он в несколько раз превосходил и французский «Конкорд», и американский «Боинг-2707». И французы, и американцы ещё долго не могли повторить изменяемое крыло, созданное советскими конструкторами. Гибель советского сверхзвукового пассажирского лайнера прямо во время авиашоу поставила жирную точку в истории самого перспективного в мире самолёта. А производители дозвуковых самолётов надолго остались вне конкуренции. Почти по тому же сценарию спустя 27 лет погиб и сверхзвуковой лайнер «Конкорд». По материалам независимого расследования титановый кусок, оторвавшийся от самолёта, взлетавшего за пять минут до «Конкорда», мог оказаться результатом тщательно спланированной спецоперации, направленной на дискредитацию программы создания сверхзвуковой пассажирской авиации.